Приветствую вас, и, пожалуй, начать нужно с того, что сказать. Вам нужно уметь грамотно расслабляться. В первую очередь, при родине ребенка, пристраивается вся ваша жизнь. Перестраивается весь быт, переоценивается ценностями, переосмысливается существование и так далее. Естественно, вам кажется, что ребенок для вас это самое главное. Он действительно снимает очень много времени, очень много сил, очень много эмоций, требуется постоянный уход, забот и так далее. Но вы пишете, что у вас есть обязанность отдать ребенку себя все на 100%. Это неправильно. Вы всегда для того, чтобы быть полноценной матерью, должны иметь что-то свое. Должны оставлять какую-то часть личного пространства себе, чтобы иметь возможность ребенку что-то отдавать. Если вы полностью растворитесь в заботе о нем, то вы потеряете себя в других своих качествах, что не позволит вам в полной мере выступать в роли материи. Итак, первое, что нужно определиться, вы пишете, что после родов, после рождения, все пошло не так. Значит, были какие-то события, цепь событий, или одно событие, которое начало вас выбивать из кольких колеев. Вот к ключевому событию, с которого все началось, нужно пересмотреть свое соотношение. Нужно подумать, почему вы восприняли его, это событие, как что-то неправильное, как что-то негативное, как что-то угрожающее вам. Далее, следует сказать, что, скорее всего, это событие вызвало у вас состояние сильного эмоционального переживания. То есть, аффект. Аффективное состояние спровоцировало появление комплекса, то есть, объединение определенных элементов ситуации на тот момент в единое целое. И теперь, повторение хотя бы одного из этих элементов способствует тому, что у вас запускается этот самый эффект. Соответственно, эту ситуацию нужно рассмотреть внимательно, если она была, и разбить ее в ваш восприятии на отдельные элементы. Это поможет вам избавиться с внутренней стороны от, значит, комплекса, от негативной поведенческой установки. Далее. Вы пишете, что вам сложно морально с маленьким ребенком. И это действительно так. Правда в том, что с маленьким ребенком морально сложно. Вам не надо думать, вам не надо считать, что сложность морально есть что-то неправильное, есть что-то необычное, есть что-то эгоистичное с вашей стороны. Потому что, напротив, вы молодая мама, и вы принадлежали самой себе. Вы хотели ребенка, безусловно, но вы принадлежали самой себе. Сейчас вы сама себе не принадлежите. И поэтому вам, безусловно, тяжело. Вам нужно привыкнуть к тому, что вы мать. Вам нужно привыкнуть к тому, что вы живете для ребенка, а не для себя. И находить время благодаря психической адаптации и для себя, и для ребенка. То есть, успевать выполнять роль как матери, так и жены, супруги вашего мужа, так и друга. То есть, выполнять какую-то общую социальную роль. И еще, если это возможно, и это нужно, выполнять роль ребенка своих родителей. Все это нужно. Но сейчас, на данный момент, это отошло на второй план. Потому что, первые месяцы, первый год, наверное, даже, первые несколько лет, для вас на первом месте будет ребенок. И то, что вам морально тяжело, свидетельствует о том, что, возможно, есть некоторые проблемы в отношениях с супругом. Возможно, есть некоторые проблемы в отношениях еще с кем-то из окружающих вас людей. Но, если есть проблемы с мужем, то их нужно решать в обязательном порядке. Потому что, мужчины, как отец, принимают непосредственное участие в воспитании ребенка и в поддержке вас. Если есть какие-то трудности, их нужно преодолевать. Наиболее распространенные проблемы, связанные с супруговской жизнью в ранний период, после родового этапа, это, значит, задухание интимной жизни, последнее дело, отдаление друг друг от друга, потеря интереса мужчины к своей жене. После чего у женщины вырабатывается ощущение себя как ненужной, как некрасивой, неполноценной и так далее. Этот момент необходимо понимать правильно. И, говоря, понимать правильно, я имею в виду, что мужчина не тот, чтобы потерял к вам интерес в обязательном порядке. Он просто за время вашей беременности от вас отдалился. И сейчас, так же, как и вы, переживает немножко сложный период. Он, как и любой мужчина, избыдывает ревность к ребенку, по отношению к маме. Он ревнует вас к ребенку. Ему кажется, что вы уделяете ребенку больше времени, чем ему. И это правда. Это правда. Это нормально. Но, с силой неопытности своей еще, он, может быть, это не до конца понимает. И вам нужно побольше задействовать его во взаимодействии с ребенком. Чтобы он видел его, чтобы он играл с ним, чтобы он чувствовал его, чтобы он понимал, на что вы тратите свои силы, время и так далее. Стали вы пишете, что у вас страх, значит, бессонница, панический ордак. Связано это с тем, что многие люди, становясь родителями, в том числе, мать и матерью, меняют свой образ жизни. То есть, и до того, что ребенок нуждается в постоянном уходе, и до того, что ребенок нуждается в постоянном внимании, понятно, что не поспать нормально, не принять душ, в общем-то, не пожить для себя, не поесть, у вас не получают. Рассказь этого нарушает весь образ жизни, который у вас был до этого. До того, что вы испытываете постоянное нервное напряжение, постоянную нагрузку и так далее. В этом случае, вам необходимо, задействуя своих родственников, задействуя своего мужа, перевозить часть ответственности за ребенка, на них, чтобы получить хоть немножечко времени для себя, и тратить его на, значит, релаксацию, на отдых, на оздоровительные процедуры и так далее. Ни в коем случае не рекомендовал бы вам употреблять медикаментозные препараты, потому что они вызывают привыкание и рассеивают внимание. Этим самым вы можете навредить себе и навредить ребенку. Особенно, если речь идет о грудном кормлении. Далее вы пишите, что у вас депрессия. Вот это, наверное, самый сложный вопрос, потому что депрессия является психическим заболеванием, диагностируется врачом, и им же назначается соответствующее лечение, как медикаментозное, так и психотерапевтическое. Последние направлены на поиск глубинных установок, генерирующих негативные элементы поведения и устраивание их. Соответственно, если диагноза и депрессии у вас нет от врача, можно говорить о депрессивном состоянии, которое является следствием непрерывных обстоятельств вашей жизни, негативно влияющих на вас. В этом случае для обстоятельства необходимо последовательно каждое прорабатывать, учиться видеть в ситуации, кажущейся вам, на первый взгляд, негативные, безысходные, положительные моменты, стараться отделять негатив от позитива и понимать, как раздаются первые и как появляются вторые. Вы пишете, что вам мешает, страх, психи, нервы и слезы не дают вам наслаждаться жизни и маленьким чудом. То есть, изначально у вас есть установка нацеленность на радость ребенку, на жесты от ребенка, но что-то мешает. Что вы здесь не раскрываете, что именно вы здесь не говорите, но тем не менее, объективно вам чего-то не хватает. Чего-то не хватает вам такого важного в данном периоде, вам очень нужно, что вы сильно нуждаетесь и что никто вам не дает. Если это депрессия, то, соответственно, негатив, отсутствие поддержки. Если это страх, то это и тревожность, паническая атака, это тревожность, то это бег от прошлого или будущего опыта, это бег от потери, возможной потери чего-то вашего, и, скорее всего, страх за ребенка. И тогда вам нужно переосмыслить вот этот момент, то, что вы, безусловно, сейчас боитесь потерять ребенка. Но дело в том, что страх есть нерациональное мышление, то есть мышление из области магической представления. И победить его можно только, лишь посмотрев ему в глаза и переведя причину вашего страха из магической области в область реальных рациональных представлений. то есть посмотреть на страх незащеренным, адекватным взглядом. И здесь напрашивается такой вопрос. Если рядом с вами кто-то, кому бы вы могли пожаловаться, кому бы вы могли рассказать, кому бы вы могли поделиться тем, что вас беспокоит, если да, то вам необходимо поговорить. Потому что та энергия, которую вы привыкли реализовываете для себя, сейчас реализуется частично, она реализуется только на ребенка другие роли, у вас явно отстают, это раздает ощущение неполноценности, это раздает ощущение потери листи, возможно, ощущение ненужности, и вам это не нужно держать в себе. Если же человека нет, которым вы могли бы поделиться подобным, возникальный вопрос, а почему нет? Что мешает вам поделиться с кем-то из окружающих из близких, например, с мужем. И вот тут важно понять. Следующее. По вашему достаточно короткому сообщению можно сделать однозначный вывод, что вы несчастливы. И, к сожалению, нужно констатировать, что отсутствие у вас в шерте сделает таким же и ребенка. То есть несчастный. У несчастной мамы никогда не может быть счастливого ребенка. Это, к сожалению, факт. И вам нужно понять, что мешает вам быть счастливым, что мешает вам наслаждаться жизнью. А прямо выделить, можно даже записать по пунктам препятствия, которые мешают вам и начинать думать, начинать вырабатывать четкую стратегию по проявлению, по построению стратегии их преодоления. это очень важно не только для вас, но и для ребенка. Если что-то есть в вашей жизни негативное, у этого есть источник, с источником нужно работать и его устранить. Либо изменить отношения. Вам повторюсь, но не заботиться больше о себе. Самоотверженность, самопожертвование не даст ни вам, ни ребенку ничего хорошего. А отдаваясь на все сто своему малышу, вы наносите серьезный вред и ущерб самому себе и окружающих вам. И в итоге ребенок получает только заботу, заботу имеется ввиду буквально, то есть уход, но при этом его духовное развитие, его воспитание будет хромат. чтобы этого не произошло, нужно, как я уже говорил, думать о себе и в обязательном порядке, в обязательном порядке делать то, что вам нравится, чтобы быть с ребенком отдохнувшей, свежей, счастливой, полной жизни и энергии. для этого нужна работа. И поскольку вы не привели никаких общих конкретных фактов, которые я мечтал к вам, то я так думаю, что для решения проблемы, кроме тех общих способов, которые были названы, вам нужен поработать со специалистом, которого бы вы выбрали на нашем ресурсе и провели возможно несколько консультаций. Это дало бы возможность более детально рассмотреть вашу ситуацию, помочь вам в ней и преодолеть таким образом жизненные трудности. на этом все, надеюсь, что помогу вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен, пока, желаю вам удачи, желаю вам терпения, желаю вам выдержки, желаю вам упорства и стремления изменить свою жизнь к лучшему и сделать ее счастливой, тем самым сделав счастливым ребенком. Продолжение следует...